Здравствуйте, дорогие друзья! У меня сегодня на канале необычный гость. Мало того, это фитоняшка, еще у нас девушка-спортсменка, пауэрлифтер, да? Да. Наверное. Вот. И еще тренер, персональный, персональный тренер. Так что, дорогие друзья, ссылочка будет внизу, в описании, кому нужна тренер-фитоняшка-спортсменка. За персональными тренировками, я думаю, можно обращаться. Есть ли же онлайн у нас? Да. Отлично. У нас есть и онлайн. Ну, что? Что мы сейчас делаем? Расскажи, что ты сейчас делала? Я сейчас делала разминку суставную, подготовила мышцы, суставы, предварительно, к нагрузке. Сейчас я буду начинать с малого веса и постепенно увеличивать веса. Дойду до... Дойду до... Смотрю, до скольки дойду. И потом буду вниз снижаться. И, в принципе, все. Ну, покажу, что могу. Окей. С пустого грифа начнешь? Да. Будешь греться пустым грифом? Да, конечно. Запоминайте. Запоминайте. Греться нужно пустым грифом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый вопрос для девочек, да, самый такой распространенный. Как у тебя получается заниматься железом и не накачать себе бицуху 50 сантиметров? А, ну, уметь надо. Уметь надо. Миф, да? То есть, как ты считаешь? По-моему, я никого не видел, особенно в пауэрлифтинге, девчонок, чтобы прям... Я тоже. ...были особенно мужественный верх, руки. Ну, ноги, понятно. Ну, те, кто по-натуральному занимается, те, естественно, и выглядят по-другому. А те, кто немного это... Ну, там всякое может быть, да. Ну, немного мужественное. Я замечу, что если, в принципе, употреблять, да, гормоны, можно в общении как бы быть мужественной и, в принципе, в априори. Правильно же? Там как минимум герсутизм будет. Да. Не обязательно для этого качаться. Нет, ну вот я сколько... Я езжу по соревнованиям, вот лично в моей категории, 52-й. Там, ну, нет такого, чтобы кто-то был перекачан. Все примерно выглядят, как я. Угу. Ну, может, даже чуть-чуть поменьше. Кто-то чуть-чуть побольше, но чтобы прям такого масштабного мышечного набора не было, не видела. Теперь вы знаете, куда ехать, выбирать себе жену. 52-ю категорию. 52-я категория. Именно там, в фитоняшке. 57-я и 47-я. О-о-о. Возвращаю. Зелёга, я не буду старой твою полку. Чё? Занимает человек, надо спросить. Честно. Здорово. А, эти что ли, десятки нужны? Мне не нужны, они вообще просто. Дело в принципе. Ну ладно. Ладно. Я просто увлёкся процессом творчества. Мы потом пятнашки возьмём. Да. Можно? Ну что, расскажи нам вот что. Техника, да, выполнения жима, она же у нас в пауэрлифтинге отличается. Я так понимаю, ты вовсю используешь мост, лопатки сводишь. Да. Ну, короче, я максимально ищу выгодное положение для того, чтобы мне было комфортно жать, чтобы как можно больше я могла поднять. Естественно, все используют выгодные для себя углы, поэтому почему бы тоже не пользоваться, если есть такая возможность. Сейчас, кстати, расскажу интересную историю. Я изначально жала вообще в другой технике. Получается, что прям нормальный жим у меня и вырос, и могла много жать. Потом поменяли правило ППР, что жим должен быть, когда опускаешь, локоть должен быть параллельно плечевому суставу или ниже его. То есть, получается, если плечо и локоть, ну, локоть, если выше, то всё, уже не засчитывают. То есть, я правильно понимаю, вот эта история с силиконовыми иплантами у девочек, когда они там опускали просто на них, теперь не работают? Ну да, вот так вот. Всё, девчонки, извините, закончилось. Да, в ППР так нельзя. Да, вот так. Там всё строго. Ну, получилось переезжать? Получилось переучиться вот на эту технику? Да, ну, естественно, что поначалу как бы процент упал максимальный, и пришлось помучиться, там со слезами даже получалось переучиваться, но как-то вот переучилась всё равно. Вроде вот на чемпионат России ездила и засчитали. Круто. А расскажи нам вообще, вот какие у тебя максимальные заслуги были, да? Так, ну, максимальные заслуги. В прошлом году в Москве я выполнила норматив мастера спорта. Ничего себе, мастер спорта сегодня нам показывает все упражнения. Проеборью классическому 52-й категории. Вот. Получается, я его выполнила в мае, а приказ о присвоении звания вышел в феврале. То есть там нужно для того, чтобы присвоить, ну, как в альтернативе, там, пожалуйте, корочку сразу сдали и всё. А там нужно сначала выполнить. Там должно быть количество регионов, чтобы не помнить, сколько там должно быть по правилам. Судьи должны быть в всероссийской категории. Потом вообще нужно поднять эту сумму, которая вот 52-й категории, сумма 300 килограмм, чтобы на мастера поднять. Вот. И если это, в принципе, это всё там совпадает, если все звезды сойдут, то тогда присваивают. И там нужно ещё документы правильно собрать. Если неправильно соберёшь, то уже могут не присвоить. Вот. То есть, ну, долго. Вот порочку до сих пор ещё не дали. Да, сложная, сложная штука, профессиональный спорт. Тут уже вот таская диски можно накачаться. Точно. Особенно, когда тянешь на тягу там вообще дисков. Это да. У меня всегда была мечта, типа, стать каким-нибудь там знаменитым, чтобы тебе эти вот, как у них есть, там надевают блины, помощники, там тебя готовят. Ага, вот так вот, да, всё, поняла. Да, да, да. Как на соревнованиях, только тренировка, чтобы каждый так проходил. Это круто. Было бы неплохо. Я постоянно пытаюсь убиться об эту штуку. Так задуманно. Слушай, вот поправь меня, как уже бывалый лифтер просто. Смотри, вот ты же чувствуешь всё тело, да, даже в жиме получается. Получается, мы можем сказать, что по сути это тоже с какой-то точки зрения функционал, и не только там может этим заниматься там какой-то вот человек, который, допустим, упёрся в, ну, там, просто фанат, да, а мы можем использовать это упражнение и для того, чтобы поддерживать некий тонус. Ну, даже если, допустим, человек не хочет использовать максимальные веса, может просто... Конечно, это базовое упражнение, оно вообще используется вот для его бодибилдера, используют также, потому что, ну, как бы, задействует много мышц, оно многосуставное, и поэтому его я использую со своими клиентами. Да? Я их тренирую. Девочки жмут у тебя? Просто билдеры, как используют, мне, честно, не нравятся. Я вот прям очень не люблю, то есть вообще вот эти типа фитнес говорят, вот для меня существует только лифтерский жим, вот чисто в моей голове тренировка. Да, то есть когда начинают работать только плечами или там, даже если он вывел в грудную клетку нормально, ноги болтаются, ну, это такое себе для базового упражнения, это вот можно залезть, мне кажется, в любой тренажер под дергать. Ну да. А здесь еще главное, я вот всегда, когда даю упражнения, я сначала учу, чтобы это движение было отработанное, чтобы мышцы научились к этому движению, приспособились, чтобы и мозг начал понимать, что вообще нужно, я даю им сначала вот маленький вес, потом уже, когда они отработают нормальное движение, тогда им уже добавляю. Потому что смысл сжать вот так вот и большой вес, когда ты можешь элементарно там травмироваться, но лучше тогда слезть с таких весов, не надо показывать свои возможности. Ну да, да и тем более нагрузка не та, да, если мы жмем вот в раскаляк, мне кажется, не то. Но самое главное, вот что я хотел подчеркнуть, не дай мне соврать, раз все тело работает, значит, в принципе, девочка, если она с условием правильно, допустим, с тобой будет тренироваться, ну или вообще там заниматься пауэрлифтингом, то получается она будет достаточно гармонично развиваться, делая даже пару упражнений. То есть не так же много ей надо. Ну, в принципе, я думаю, что база, вот, присед, жим, тяга, да, они гармонично будут развивать тело. Особенно девчонкам, да, же на низ нужен акцент, по сути. Да, ну, приседания я тоже вот своим клиентам даю присед обязательно, но без этого упражнения вообще никак, вообще это как царица среди упражнений. Сложно представить даже, куда-то впихнуть. Ну, понятно, что если у вас там какие-то травмы серьезные, мы про это не говорим, но травмы серьезные это вообще отдельная история. Это можно заменить. Ну, да, или можно все равно стараться, но все равно движение как-то имитировать. Ну, сильные ноги, значит, сильное, сильное это, сильное тело. Сейчас я пожму. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Самое сложное в жиме – это вот волосы собирать. Волосы? Ну, для меня – да. Ну, да. Потому что только волосы берешь, ложишься на скамейку, все, оно уже разваливается. Ну, слушай, очень, я тебе скажу, прям очень чистый, очень ты прям вот, ну, идеально к технике подходишь, ты прям как будто вливаешься в это, вот в конечной точке. Прям вообще. Долго ты тренировала технику свою? Сколько заняло время? Вот эту новую? Сейчас скажу. Короче, мы ездили на ПФО в Чебоксары, и получилось так, что у меня, я приседала, присед, все попытки были удачные, я начала сжать. Первый подход – жму, а я сжала в старой технике. А оказывается, уже все, правила вступили в силу, и уже как бы нужно опускать локти ниже. Ну, а что, я приехала, начала сжать, а у меня не засчитывают. Я легко выжила, все смотрю, незасчитанная такая, в смысле, подошла, мне сказали, что локти не опущены. Я пошла, думаю, что делать. Ну, приняли решение, что надо хват пошире взяться. Ну, естественно, блин, это уже как бы, ну, меняется техника, если ты уже ручку по-другому поставил, все. Я начала выполнять второй подход, получается, я его выжила, меня сначала не засчитали, потом в решении судейской коллегии мне засчитали подход, это вообще просто, я не знаю, с Божьей помощью засчитали. И третий подход, получается, я пошла на 70 кг, выжила тоже, но не засчитали, опять локти не опущены. Ну вот, с одним подходом второе место на входу. Блин, ну это круто, это круто, это считай, человек не готовился, полностью поменял. Да, ну пришлось, ну а куда деваться? Хочешь место, как хочешь, так вертись. Да, ну блин, ну мне кажется, это оправданно было увеличить вклад, но тяжело, конечно, но так, мне кажется, узким вообще тебе непривычно было бы, да? Ну нет, неудобно. Да. Там же совершенно мышцы другие работают уже. Угу. Что, жмем? Давай, сейчас я этот вес поставлю. Другим бы не дал. Хорошо, спасибо. Вот я знал, я знал, что ты такой. Я зрителям расскажу, я вот это вырезать не буду. Скажу, не подписывайтесь на него, на его инстаграм. Прикольно, прикольно. Вот ты фактически, фактически ты сделала рекорд девчонок, с которыми я жал в свое время. Все, ты вот фактически размялась их, била просто. Короче, был у меня случай из жизни, раз уж мы вот прям вот фигачим, так скажем, совсем все. Готовилась девочка на соревнования и пошла прям какой-то там тренер, я не помню, типа заслуженный. И зачем-то ее убили перед соревнованиями и дали такую прям тренировку, где было много подсобки. Она делала разгибания на трицепс там какие-то. Ты когда-нибудь такое встречала, то есть бывает такое в лифтинге, может у девочек, может я что-то не знаю. С соревнованиями прям? Ну где-то прям дней за 15. Но мне кажется, это все равно лишнего. Как ты считаешь? Много изолированных упражнений, подъемы на бицепс. Не знаю. Мы вот обычно, когда тренируемся, тренер мне дает только вот, в принципе, базу. Перед соревнованием, ну там такое, достаточно легкое уже идет. Ну то есть загрузки не должно быть, ничего не поменялось? Нет. Потому что я когда занимался, я просто думаю, ну я-то давно, может как бы сейчас что-то поменялось, какие-то теории новые. Я вот сейчас, ну мы когда готовимся к соревнованиям, только вот базу делаем такую. Ну и на проходки ты не ходишь, наверное, да, уже перед, ну там недельки за две отдыхаешь. Я тогда видела, что это на максимум ходит перед соревнованиями. Прям вот буквально через два дня соревнования они идут на большие веса. Мне кажется, это прям... Это вообще такая глупость просто. Психология чисто, да, когда человек вот пытается, что он сильный, как бы себя больше убедить, чем... Да, 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 есть такое, что надо перед соревнованием побольше поднять, тогда и на соревнованиях я типа смогу. Ну, так, наверное, не работает. Не знаю, не проверяла. Может, работает? Ну, на мой взгляд... Ну, на мой взгляд, да, я по крайней мере... Я даже вот, ну, химических знаю лектеров таких прям глобальных химических, и даже они так не делают. Хотя там такие цифры мне называли прям... Ну, там прям вот ну все, там они как бодибилдеры просто заряжаются и все равно так не делают. Вот. Перед соревнованием все отдыхают. Вот изоляцию они тоже делают химические. Прям много изоляции. Ну, там был натуральный тренинг, я даже не понял, зачем. Я поэтому и подумал, думаю, вдруг что-то поменялось сейчас, вдруг стал более качковским таким бодибилдерским пауэлифтем. Мне, как говорят, заниматься, так и занимаются. Что написано в плане, то и делаю. А у тебя периодизация идет, так же, да? Мы вам сейчас расскажем, что такое периодизация. Сейчас, короче, пожмем. Да, есть некоторые люди, которые, ну, подают неправильную пауэлифтем, они не понимают, что вот так вот бросать просто не надо. Потому что все, это уже сразу там лопатки себе разъехались. Собираются. Все. Надо плавно подавать. Ну, я могу сказать, что это, что если вы, вот, даже я не вспомню, честно, я постоянно там вот до прихода в этот зал, по залам гостевым постоянно где-то ездил, и отвыкаешь уже. И вот начинаешь подавать, и вот у меня прям страх, что я ее сейчас брошу, потому что уже не чувствуешь вот этого. А когда друг к дружке постоянно кидаешь, уже это. Поэтому наработать навык, навык определенный нужен. Скажи нам, что такое периодизация. Как ты ее видишь вообще? Или тебе просто тренер пишет, и ты вот прям... Нет, ну, я-то, в принципе, понимаю, что это такое. Но когда мы готовимся к каким-то соревнованиям, он мне пишет, потому что, ну, как, он меня тренирует уже достаточно большое время, и, как бы, результат есть, поэтому я полностью ему доверяюсь. А со своими вот начинашками, девочками, ты используешь периодизацию? Использую. А ты микроциклами или такими огромными макро... Микро. Микро? Ну да, если особенно заболели, наверное, не пришли там. Ну, мы так, потому что тут придешь постоянно, то скамья заняты. Не всегда получается пожать, поэтому, в принципе... Ну, жим вот хорошо у некоторых девочек идет. Одна уже даже 40, пожалуй. Круто, круто. Поэтому им самим нравится. Просто уже вот когда они чувствуют, что они могут больше, у них азарт появляется. Они такие, о, давай мы по жиму выступим на соревнованиях, поедем, такая, ну, давайте, работаем. Вообще такой, да, способ, особенно если говорить о натуральном тренинге, ну, типа, вот честно понять, типа, как ты работал, да, потому что, ну, визуально это же долго, нужно что-то качаться. А все-таки силовые, мне кажется, это более такой объективный способ ощутить. Если не брать там похудение, а вот в разрезе мышечной массы, ну, там, вырастешь ты же не моментально, особенно, девочка, которая растет. Ну, да, это понятное дело. Вот у меня, кто приходит, я им сразу не даю вот такие упражнения. Но сначала просто занимаемся, там, УФП. Да, да, да. Потом только вот когда они уже более-менее окрепшие, да, я чувствую, что уже можно как бы вот такую нагрузку давать, тогда я им даю. Потому что смысл, вот они пришли, там, первые занятия, они вообще и даже ничего пока делать не умеют толком. Они вообще первый раз в тренажерный зал пришли, первый раз видят вообще, там, штангу, диски, вообще для них это странные какие-то вещи. Вот. Но мы сначала просто такие упражнения обычные делаем, я им техники учу, ну, мы там, на смите пожалили что-то и еще, а потом только вот такое, ну, какие тяжелые упражнения, только после того, как они уже какой-то навык здесь обрели. Слушай, поправь меня, мне кажется, для девочки вот пожать вот такую вот олимпийку, это уже прям, ну, победа вот для такой, которая в зал пришла, да? Это уже круто. А стала быть и мотивация, девчонки, для вас особенно, вот кто смотрит, да? Ну, то есть, вот она ходила-ходила там какие-то пару месяцев и ложится сюда, и она совсем по-другому уже себя чувствует, уверенно делает хотя бы пару повторений, хотя бы пару, но все равно. На приседе то же самое, в принципе. Мы сначала с маленьких весов начинаем, только потом, когда уже, в принципе, техника позволяет. Я их уже с грифом, со свободным весом начинаю давать упражнения. Ну, резинка вообще-то уполнена. Да резинка мешает. Давай, Димка. Давай. Держу. Угу. Собственно, до 67 с половиной дошла. Сейчас пожму и вниз. Сколько у тебя подходов вот к такому к пику уже? По ощущениям? Три? Ну, рабочих ты имеешь? Да, ну да, вот сейчас, то есть, я же понимаю, ты вверх больше уже не пойдешь? Нет, вверх нет, вниз. А, то есть ты еще спущешься после этого, доработаешь. А спуск какой планируется? По трешечке повторений? Или так же? Нет, давай, не буду говорить. Не будешь? Как ляжет? Ну ладно. То есть ты все-таки, ну, грубо говоря, немножко так интуитивно. То есть ты, типа, не как вот тренер там жестко написал, он тебе сделает, умри, но сделай там столько-то. Да, да. В этом плане, да. Надо научиться себя чувствовать. Если чувствуешь, что не идем, зачем лезть на больше вес, чтобы травму получить? Ну нафиг оно нам. Потому что прям это вот два лагеря. То есть я вот прям знаю лектеров из старой когорты, кто вот прям у меня по плану сегодня там, я не знаю, цифры, короче. И все, и он там начинает там... Кровь из носа надо сделать. Да, да. И не важно вообще, он там заболел еще, иначе цикл нарушится у меня, ну то есть отчет нарушится там, типа, что-то еще и, короче, вот. А кто-то, знаю, кстати, я вот не знаю, тебе попадались, нет, кто, как вообще вот ты к этому относишься, вот кто прям интуитивно, максимально интуитивно, прям микроциклы, ну там плюс-минус, но максимально интуитивно делает. Ну типа вот он жмет, и он вообще говорит, я вот жму, как почувствую. Вот он чередует просто там легкая тяжелая грудь, а веса у него прям вообще процентовка скачет в зависимости совсем от его настроения. В смысле, я встречала таких людей? Ну да, там может кто-то так же тренируется интуитивно из лептеров успешно. Понять. Нет? Или ты не отслеживаешь так глобально? Не, ну я, конечно, смотрю там каналы по пауэрлифтингу. Не, мне больше интересно, вот ребят, с кем ты за руку из разряда здороваешься и может быть подмечаешь какие-то штуки интересные. Ну, знаешь, не все просто будут рассказывать это. Каждый как бы тренируется так, как тренируется, и поэтому не каждый же будет рассказывать вообще. У всех свои секреты. Да, у всех свои секреты, поэтому не знаю. Я и в принципе-то никак не спрашивала, с кем обычно выступаю, с кем обычно там, ну, кого знаю лично. Да нет, не спрашиваю. Держу. Рановато я снял. Да, ты мне рану снял и сбросил. Да. Что-то я замандражировал. Поседать, тянуть. Не тяжелее онлайном, как ты думаешь? Или все плюс-минус то же самое можно обучить? Угости пауэрбампом, пожалуйста. Сергей, зачем вы все ломаете? Я нечаянно, признайтесь. Я нечаянно, ненарокно. Вы все снимаете, Оля? Да, мы, короче, типа вот лифтим. Правильно, ее надо снимать. Она может. Сейчас я принесу. Она еще и в кадре классно смотрится. Прям вообще молодец. Она все-таки пауэрлифтер, блядь, действующий и выступающий. Да. Да. Лучше, чем все эти ваши... Да, мне очень нравится. По крайней мере, вообще всегда люди отличаются. Вот ты заходишь в зал, и те, кто выступает, как бы тебе еще никто не проспойлерил, а у тебя вот как-то так-то это, мне кажется, просто не отцепляется. Потому что, когда человек, собственно говоря, занимается профессионально, у него и тело, собственно говоря, выглядит иначе. Ну, это факт. Если вам обратить внимание, ну, за редким исключением, какой-то рядовой химик может выглядеть там как-то фактурой. А про девочек подавно. Ну да, и то это там будет какая-нибудь химия, генетика, все вместе, сочетание. Пожалуйста. Что у тебя любимое упражнение? Жим? У меня все. Я все люблю, да. Классно. И прям вот психологически. Ты идешь на тренировку и такая вот прям вот заряжена на все. Да, и у меня нет такого, чтобы я там не хотела тренироваться. Я всегда хочу тренироваться. Классно. Привет-привет. Блин, классно, классно. Меня почему-то никогда не срасталось, короче, с приседом. Вот для меня всегда это было упражнение, типа, то ли сверху оно давит, то, что тебя должен человек страховать. Вот. Ну, не знаю. Я сейчас, у меня было любимое упражнение тяга. Ну, сейчас, в принципе, все одинаковые. Я уже, наверное, настолько привыкла, что они для меня вот так уже родные. Родные. Ну, сколько я уже вот занимаюсь по пауэрлифтингом? Ну, шестой год, получается. Шестой год? Ничего себе. Я в девятнадцатом году начала. Вот. Сейчас как раз. Я сначала в альтернативе выступала в СПР. Вот. Получается, выступала там два года. Там у меня даже международник есть. По пауэрспорту. Ну, он это, он, он не настоящий. У меня тоже есть не настоящий, ну, не международник, но пауэрспорт. Да, вот. Прикольно. Там, значит, выступала. Но я узнала, что мне вообще сказали, что существует такая федерация, уже аккредитованная. То есть она как бы настоящее уже звание выдает. Это ФПР, Федерация пауэрлифтинг России. И вот как раз таки в двадцатом году, где-то в конце двадцатого года я начала там выступать. Блин, мне вообще нравится. Это совершенно по-другому. Там уже и соперники совершенно другие. Там уровень выше. Получается, что ты вот, например, на области, даже вот на БФО выезжаешь, там соперников очень много. И они все сильные. А если на Россию поехать, там вообще просто, я не знаю, они прям очень сильные девчонки. Там конкуренция бешеная. То есть получается, вот у нас в категории 16 человек было, вот в моей категории, я была восьмая. Ничего себе. Так что там... Хороший результат, я скажу. При таких серьезных соревнованиях это хорошо. На самом деле там очень большие результаты. Тут просто еще зрители, возможно, не знают. У нас же есть места, есть еще просто нормативы. Да. И многие путаются. То есть вот кто там, ну, слышит, что кто-то что-то выступил, они это не различают. А это как бы два разных немножко результата. Место это каждый человек сделал отдельно, а норматив можно еще отдельно выполнить. Это как бы такая более-менее постоянная константа. А по людям не угадаешь. Может, он там приедет, девочка какая-нибудь к вам приедет, полтонны как зафигачит на тягу. И ее сразу Русада заберет на доп.контроль. Это запросто. А прикинь, сдастся. А блин, подожди. Забыл включить. Ну, может. А вот на международных соревнованиях, которые вот чемпионаты мира проходят, там вообще просто. Там звери. Я вот смотрела, там вообще нереальные результаты. Ну, тоже я могу сказать, такой вот допинг-контроль очень специфический. Держу. Держу. Давай. Угу. Обдал. Угу. Угу. Четко. Четко. Прям вообще. Держи. Вот сейчас 67,5 жало уже не то. Я уже сама чувствую, что по-другому уже движение идет. Мы, короче, подавали всегда на три, но тебе, наверное, будет неудобно. Это вот типа моя фишка. То есть я жду раз, это я типа отрыв делаю от этой, два я вывожу, и три, на три я должен тебе ее, получается, вложить. Как бы, ну, поняла, да, уже группу ты на себя принимаешь. Давай так попробуем. Давай. Вот. Потому что я как-то вот так вот меня приучили, и я на это пытаюсь, я все равно про себя, я вот прям даже сейчас отслеживаю, я такой раз, два, три. Я вот, мне просто обычно всегда подают, либо я кого-то прошу, и мне подают, либо тренер мне подает, я его вот так вот мигаю, и он мне подает. И все. Были все. Это специально для лифтеров поставили. Да, и здесь покрытие специальное, это очень, на самом деле, мне кажется, прям фишка важная, вот прям очень важная, потому что соскальзываешь, вот я очень сильно соскальзываю при жизни. Ну, блин, на соревнованиях там другая скамья, там нет такой вот ребриской поверхности, она гладкая. У вас гладкая, у меня была эта, я точно помню, что там была сетка какая-то. Нет, у нас другая. Я чисто такой. Там другая. У вас прям гладкая, да? А, я, кажется, знаю, какая у вас, я понял. Ну, я вижу, ну, она такая плотная, но как это, как подсоветскую чем-то, похоже по ощущениям. Блин, я не помню, как фирма называется на языке, не помню, забыла. Я фирмы тоже не запоминаю, но я, по-моему, понял, на ней сложнее, мне кажется. Ну, союз есть союз, он все-таки такой, очень, как бы, лояльный, типа, вот, комфортный к этим вещам, мне кажется. Нет, сейчас какая-то новая скамья у них в КПР, да. Они заменили, у них какая-то другая была, и сейчас они другую используют. Не помню, как называется. А гриф у вас этот? Илейка. Илейка? Илейка, да. Слушай, мне кажется, это другие ощущения, чем в Техас от Лейки. Ну, Техас, он тоньше вроде, Техас, тоньше, чем Илейка. Он тоньше, и он должен, мне кажется, больше гнуться, да. Прямо в разы больше. Вот, я же в СПР тянула на Техасе, ну, другие ощущения, да, на Илейке потяжелее, получается, там и гриф потолще, а я еще тяну, блин, ну, получается, что не за риски берусь, а на гладкой поверхности. И на чемпионате России была такая фигня, что я тяну в узкой, с узкой постановкой, а здесь была наклейка красная, и мне было неудобно. Я начала браться, на первом подходе я вытянула, получается, а на второй подход пошла, и все, и у меня просто там рука соскользнула, ну, потому что нереально было браться. Там наклейка, она с обувью была. Я вообще не представляю, как, ну, типа, вот совсем, если по этой поверхности. Ну, вот так вот. Офигеть. Человек делает вот просто на два можно умножить заслуги, но это нереально, если кто знает. Да, это прям вообще. Ну, блин, так мне удобно, мне удобно, и поэтому приходится терпеть. Ну, в принципе, хват выдерживает. Я вот тянула 140, получается нормально. Вот для зрителей, прям, подчеркни этот момент, поделись своим образом. Каким? Точнее, опытом. Смотри, ну, наверняка вы с тренером под твою антропометрию затачивали технику, когда начинали. И, ну, такой-то индивидуальный, да, процесс весьма. Вот подстроить, вот когда ты только начинаешь, что тяга, что жим, от роста очень сильно зависит. И вот эти наклоны корпуса, наверное. Там длина конечностей, там тоже на приседе, вот, если у тебя длинное бедро, тебе капец неудобно будет приседать, тебя будет клонить вперед. Если у тебя маленькое бедро, тебе, конечно, удобно будет приседать, там оп, присел и все. Да, да, да. Это я знаешь, к чему? В режиме то же самое, чем руки короче, тем удобнее на тяге, чем руки длиннее, тем удобнее. Короче, там прям это, кому как-то везет. Да, да. Единственное, я не нашел, вот, я как-то не чувствовал, что моя генетика чем-то меня усиливает хоть в одном упражнении. Так что, так. Это я знаешь, к чему? Я, короче, к тому, что многие такие, ага, я нашел супер качественное видео, особенно оно должно быть качественным, под крутую музыку обязательно заряжено, и там тебе расскажут, как делать правильно становую тягу. Ну, джим и присед обязательно для всех одинаково. Одинаково. Все под копирку. Да, да, да. И вот только правильное, там, вот, тысячи просмотров, а, критерии просмотра у людей, комментарии, типа, все так пишут, ну, круто сделал, молодец, хорошо присел. Так же буду в зале делать. У меня прям так это всегда. Это знаешь, бывает такое, посмотришь, там кто-то тянет там под 200 килограмм, все, надо так тянуть. Или там присел кто-то, 160, все, надо так приседать, будем пробовать, и там начинается. Но самое главное найти свою технику, вот и все. У меня был соблазн, короче, я увидел девочка одна, я не знаю, может, ты ее даже видела, она тянула так, а у меня генетический развитый бедра. Галина Абрамова так тянет. И мне тоже так комфортно, но я что-то застремался, не стал. Вот, но мне очень легко. Я буду как девочку тянуть, да? Ну, типа, да, то есть я такой, блин, думаю, что я буду? Ну, там тоже, я вот смотрела с ней видео, и многие начинают говорить, вот, там, она же, получается, тянет, и вот эта спина у нее получается вот в таком положении. Слушай, ну, со спиной я уже вот не спорю с лифтерами. Ком она тянет, капец, сколько много, и это прям очень круто, поэтому вопросов вообще нету к ней. Как может человек, так и тянет. Ну, ты сама, кстати, вот этот момент по спине, вот ты для себя что решила? Ты все-таки стараешься удерживать ее? Я имею в виду вообще все вот эти положения, когда люди поднимаются, вот, чтобы зрителю было видно, ну, вот так уже, полусогнутым, да. Получаются лопатки вот в таком положении. Я, вот, кстати, ну, много смотрю, все-таки связанные с этим спортом. Некоторые специально лопатки сводят, некоторые, наоборот, распущенные лопатки. Мне кажется, все равно, как удобно, но мне удобнее и второй вариант. Ну, ладно, фиг с ними, с лопатками. Лопатки, так скажем, такой общий грех – поясница. А, ну, поясница, да, должна в прямом положении, вот, то есть, вот, ну, как в нейтральном, я не знаю, даже как в углом положении показать. Ну, допустим, мышцы напряжены все-таки, то есть, они не растянутся. Но, вот, прям вот, не дай мне соврать, ты уж чаще меня на соревнования ездишь, но, согласись, большинство, они вот все равно подрастягивают ее. Ну, блин, я не знаю, это все равно вот на максимальных весах ты уже все равно не можешь контролировать. То есть, ты вот, у тебя в голове поднять-поднять, и ты уже все, технику всю, мне кажется, рассыпаешься, если там у тебя вот из последних сил надо поднимать, там уже ты ни о чем не думаешь. Как пойдет, так пойдет. Ну, это я сама по себе тяну, говорю, все. Ну, я знаю многих, кто тренируется прямо в такой стиле. То есть, это не работа типа, ну, то есть, сначала человек начинает на раз тянуть, потом он такой, ага, а я могу и процентовку себе на этот прибавить. Ну, рабочие веса, понимаешь, да, как это работает. И через год он уже тянет, вообще все так работает, всю работу делает. Вообще, вообще круто. Блин, чтобы вы понимали, это очень большой жим. Для девочки это даже для там девочки весовой категории там 70-80, это для среднестатистического зала много. На раз-два-три, да? Да, давай. Раз-два-три, я отдал. Все? Угу. Я тебя не спросил, сколько будешь делать. И, ну, вот ты сейчас говоришь то, что это, ну, как бы большой жим. Ну, я все-таки считаю, что это средний показатель, потому что, я еще раз повторяюсь, вот на Россию, если поехать, там жим под 90 в моей категории. Ну, это со всей России. Да. Это со всей России люди. Да. Просто, если задуматься... У меня взято средний такой вот по показателям, но это я так думаю. Ну, это опять же, ты себя в рамках России именно оценишь. А я имею в виду, вот для обывателя, который нас смотрит, ну, то есть это вот для среднестатистического посетителя зала. Ну, да. Вот, ну, когда я там что-то тяну, приседаю или жму, все так смотрят. Особенно мужчины, вот, там, бывают, удивляются, прям смотрят. У меня даже есть несколько видео, когда я там смотрю, врачи смотрят, но интересно, потому что, ну, я вот не видела, чтобы у нас в зале, там, больше сотки тянули с девчонок. Ну, не видела. Также с приседом и с жимом. Я что-то здесь вообще не вспомню. Не, ну, кто-то может приседая, но... Из девчонок. Я, честно, не видела. Я тут постоянно в зале, никого нет. А-а-а, девочка, я с ней снимал интервью. Она здесь не занимается, на моем канале есть. Она 120 здесь приседала. Раза на, не помню, 34. Вот. Вот, но криво. Ну, понятно. Так, прям. Вот. Ну, она самоучка, прям, очень сильная самоучка. Она все молодец. А как фамилия? Ой, я сейчас не вспомню. Валерия ее звали такие красивые. А, Валера? Все, поняла. Да, да, да. Что-то, я не помню, что-то, по-моему, 34. Вот она садилась, я ее страховал. Это вот, ну, это за все время, что я, как бы, здесь, там, пару лет назад я здесь занимался. Потом... Да, я понимаю, мы с ней пересекались. Да? Ну, вот. У меня прям единичный случай. Я вот к чему. Единичный случай, представляете? То есть, не только в этом зале. Если я даже вот буду девчонок вспоминать, если там отметать тех, кто у меня там спортсмены в свое время лечились, целенаправленно меня находили, те, кто просто в зале я встречал, ну, тоже вот прям по пальцам. Сотку. А. Ну, знаешь, это все равно стереотип какой-то, что вот большой вес, там, это тяжело надорвешься и так далее. Бред. Если ты систематически занимаешься, начиная с малых весов, то, в принципе, это нормальная история, что можно поднимать такие веса. Ну, я бы сказал здесь, знаешь, как вот два момента, да? Можно сломать спину от того, что ты в офисе сидишь на стуле, а можно с дуру камень поднять там или... Да. Ну, все, что ты делаешь бездумно и как попало, все будет приносить вред. Здесь то же самое. Вот иногда тренируюсь здесь, ну, не иногда, а всегда, каждый день. Просто иногда наблюдаешь такую картину, что приходят там мальчишки, начинают сжать, но начинают сжать настолько ужасно, и я думаю, что хоть бы он только что-нибудь не сломал себе. Да. И то же самое вот с приседаниями и тягами, там вообще просто какающие собаки какие-то, это все, это ужасно. Там вот эти спины сгорбленные. Блин, научитесь правильно делать, потом начинайте уже приседать. Наймите себе тренера, пусть он вам технику поставит, чтобы им приходить с кривой техникой и ломать только себя. А потом начинается, вот, это все фигня ваши, железки, они только здоровье портят. Блин, научитесь просто с ними работать, тогда будет вам счастье. Эго, да? У многих эго, мне кажется, мешает. Да, да, они приходят, и все, и начинается, никто там больше пожмет. Не тренировка, не достижение результата, а соревнования здесь и сейчас. Да, да, по факту. Вот пришел, надо сжать. Сразу в тонну просто фигачить. А люди годами, годами. Да. Ваты-то и никогда не чередуются. Всегда стабильно. Видела американцев этих, которые обратно там что-то жмут, фигачат? Нет. Типа вот так. Не скучала, не видела. Там у них что-то своя тема есть, движуха американская. Напишите мне в комментариях, кто знает, как это называется. Короче, типа свои вот у них соревнования. Я прям, ну, какие-то видосы мне попадались на английском, но я не нашел, ну, короче, дальше инфы. Ну, и особо не старался что-то. Ну, я прям вижу у меня в этих шортах, в коротких видео. Они в майке, во всем прям выходят. Тоже необычная штуковина. Раз, два, три. Раз, два. Все. Забрал. Ну что, дорогие друзья, вот тренировка и подошла к концу. Скажи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь? Ты можешь еще сделать? Нет, я хочу спать. Нет, спать, спать и есть. Да, поесть и поспать. Прямо такое расслабление по телу хорошее. Ну, скажи нам, на самое сладкое, на самый сладкий такой вопрос оставили. Вот как раз по поводу есть, как ты предпочитаешь питаться и что нашим зрителям ты советуешь в рамках именно вот той деятельности, которую мы сегодня обговаривали. Такую углеводную загрузку, чтобы быть сильной. И вот там ведерко мороженки перед тренировкой, не знаю. Можно? Нет, я особо такого, конечно, все... Не, я иногда позволяю себе там, ну, раз в неделю, что-то такое, прям мороженое купить, кусочек пиццы есть. Но они на постоянной основе, так как уже... Потом остановиться уже труднее будет, поэтому... Ну, перед тренировкой стараюсь как бы энергии зарядиться, там какие-нибудь сложные углеводы, белочки побольше съесть. Ну, и все, в принципе. Ну, с утра тоже так позавтракать плотно, в обед тоже. В общем, мы придерживаемся обычного здорового питания, по сути. Ты тоже склоняешься к этому. Да. Часто в пауэрлифтинге, там, если смотреть некоторые каналы, там говорят, что надо обязательно выброс инсулина спровоцировать, каким-нибудь читмилом, ну, иначе не будет у тебя много жима. Да, ну, нет, в принципе. Спасибо тебе огромное, что откликнулась. Я думаю, что пишите ваши комментарии. Может быть, если вы будете очень активны на канале, мы снимем для вас еще одну тренировочку. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok